Если бы приехал сюда в сентябре, уволил бы всех, заявил Сергей Морозов во время рабочего визита в Глотовскую среднюю школу, что в Индинском районе области. В образовательном учреждении несколько месяцев подряд шли ремонтные работы, но уроки физкультуры в новом спортивном зале не начались до сих пор. На свежее напольное покрытие не успели нанести тренировочную разметку. Из обновленного инвентаря деревянное баскетбольное кольцо. Похожая ситуация и с пищеблоком к работе. Подключились современные варочные котлы, но вкус еды перебивает вид разбитой плитки и обшарпанные стены. Одна лавочка такая, а потом какая-то другая. Выкиньте лавки, давайте купим нормальный стуль, на чего мы из себя выпендриваем. Потом говорим, почему дети отсюда уезжают. Они должны, как родиться тогда, увидев это, сразу убегать. Мы это что ли хотим? Поэтому еще столовую надо привести в достойное состояние, чтобы дети радовались. На радость детям до декабря месяца на школьном дворе должна появиться хоккейная коробка. В декабре месяце я приеду, вы мне покажете, как мы покатаемся с вами. По поручению губернатора, завершить работу над ошибками необходимо до конца осенних каникул. Тогда же распахнуть двери для учеников должны и в местном центре информационного образования. Глотовскую точку роста начали оборудовать в конце сентября. Сегодня к научной работе пытливых умов готовы 40 вычислительных машин, несколько квадрокоптеров, 3D-принтер и шлем виртуальной реальности. Раньше у нас такой возможности не было, компьютеры были не очень новые. Сейчас в данных компьютерах есть абсолютно все. Даже есть такая функция, как моделирование информационное. По программе дополнительного образования обучаться практической информатике и робототехнике только в этой поселковой школе будут больше сотни сельских ребят.